Если бы я и пошел бы на эту войну, то именно на стороне Украины. Конечно, однозначно. То есть, вы понимаете, для меня это даже не на стороне Украины. Для меня это на стороне моих братьев, на которых напали другие мои братья, которые их ни с чего, ни с хуя почему-то пошли убивать. Но как? У тебя есть один брат. Довольно это точное описание. У тебя есть один брат, и у тебя есть другой брат. И ты третий брат. И один брат в угаре каком-то, блядь, безумия накинулся на твоего другого брата. Ты будешь своего брата защищать? Да, о чем речь, конечно. Ну, вот и все. Тут просто опять в самом слове уже есть ответ. Очи видно. Что они видят своими очами? Из чего состоит их мир и представление о мире? Из телевизора? Мне кажется, ответ очень простой. Спросите у тех людей, которые топят за то, чтобы убивать украинских нацистов в виде украинских детей, женщин и стариков. Спросите у них, а были ли они когда-нибудь в Украине? Знают ли они что-нибудь о Украине? Я бы свозил каждого россиянина в Украину, в Закарпатье, туда, где я был много раз. Во Львов, где якобы там кому-то не дают по-русски, в русский город Харьков, в русский город Херсон. Ну, чтобы они съездили, поискали там нацистов где-то по подъездам, по подвалам. То есть, опять же, понятно, что маргиналы есть везде, но мне, честно говоря, кажется, что в России их больше. Что придя домой со своей блядской работы, где он нахрен никому не нужен, где он унижен, раздавлен, где он все время кому-то должен, где у него нет никакой надежды, где он приходит из говна на работе в говно дома, идя по говну, получает свою нищенскую зарплату там какую-то, я же не знаю, сколько там тысяч рублей, он... Все, что он видит вокруг себя, это долбанный мрак. А что он видит в телевизоре? Он видит в телевизоре врага, который этот долбанный мрак ему якобы организовал. То есть не тот, кто ему рассказывает сейчас про этот мрак. Ну, это очень легко. Человек – существо внушаемое. И не хотят люди критически мыслить в этом смысле, потому что это сложно. То есть получается, что мало того...